сейчас немножечко волнообразные движения ну вот смотрите друзья начинаем и ну что только не напрягалась идет видите идет движение по всему телу ток всех жидкостей ток лифы ток крови то есть тут массы венозный кровоток у нас и периферическое кровообращение капиллярный ну и самое главное конечно здесь двигаемся тоже двигается все тело Хорошо. Читаем. Рядом. Хорошо. На полном расслаблении все это делается. Удажаем вниз. Помертизавр. Ощущаешь, да? Отмноживаем, расслабляем к центру. Теперь будем работать конкретно с цепелью. Тоже самое движение. Такое же. Вот когда растягиваю, слышно прямо тут напряжение идет, да? Чувствуешь, да? Он здесь напекается. Надо тут измельчить. Такое движение. Такое движение. Такое движение. Вот так вот. Вот так вот. Чувствуешь, да? Разница плотная. Эту же такая реалистичная становится. Вот она уже мягче. Уже заметно мягче. Сейчас сразу. Сейчас еще все крупно. Видишь, уже все у нас тут на месте. Ничего у нас тут уже не подскрипывает, да? Помнишь, как примечали? Сейчас еще раз проверим. Вот это не то. Вот это вот. Вот это вот. Вот поделай и что там не подскрипит. У нее пальбусы. Значит, что здесь у нас дальше добавим? Ну вот, стопа у нас, если сравнить, да? Вот чувствуешь, это вот какая-то деревянная, а эта вот уже все-таки эластичная. Правильно, как бы мы разбирали. Она эластичная. Так, значит, что делаем здесь? Что делаем здесь? Ну, здесь сочетаем обычные массажи. дренажный массаж, можно антицеллюлитный, но здесь у нас все благополучно, поэтому не будем тут уж изгаляться. Здесь бы я не рекомендовала сильно массажеры, потому что здесь идет у нас подколенные лимфоузлы, здесь у нас много сосудов, и венозное кровообращение и артериальное кровообращение, то есть вены и сосуды артериальные, поэтому здесь сильно не надо. Здесь и единственное, что крестообразная связка, вот можно немножко ее вот таким образом. Задняя поверхность вполне достаточно. Делаем переднюю поверхность ножки. Я люблю все с маслом делать, не знаю, как всех, все-таки как-то эластичнее все это. Опять начинаем со стопы. Теперь наступный сустав. Ну вот хотела показать колебный сустав. Колебный сустав, конечно, массажировать и можно, и не нужно. Сейчас я пока разогрею всю конечность. Немножко разотрю. Значит, ну вот что, опять же, очень многие делают на сухой массаж. Я на сухой не предпочитаю, потому что, во-первых, болезненно, во-вторых, может быть травматично. То есть для тканей, для кожи может быть травматично, но и болезненно. И потом еще, как бы у нас получается с массажем, ну масло у меня, можно сказать, натуральное, сама я делаю на правах их. Поэтому у нас еще и нормализуем состояние кожи. То есть, если вы правильно все промассажировали, то эффект у вас должен быть сразу на глазах. Что мы с животиком делаем? Как тут мы должны усилить? То есть мы, в принципе, выдвигаем все тело. То есть руки кладем вот таким образом и вот так вот двигаем. Немножко в среду стене. Ну а теперь, значит, если мы идем уже к груди, что здесь нам можно сделать? Значит, вот здесь у нас вот эта точка, где у нас слив идет и смешивание идет. Лимфотока и кровотока. Это вот значит нижний край включится. Вот здесь. Значит, здесь мы что можем сделать? Здесь. Здесь. То есть. Продолжение следует...